Добрый день, дорогие зрители канала Ваша Дача! С вами Татьяна Башмакова. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами поговорим, как надо ухаживать за томатами, когда они уже начали плодоносить. Вот у меня тут первый ряд довольно ранних розовых томатов. И на его примере я вам хочу показать первое условие, которое мы должны сделать. Как ни банально это выглядит, но самое главное, это надо вовремя собирать плоды. Особенно, если томаты высокорослые. И если томаты у вас растут в открытом грунте. В открытом грунте на томаты в такое время, когда поспевают первые плоды, возложена очень большая нагрузка. Пока они росли, наливались, все-таки они не были так нагружены. Но когда они поспевают, в это время уже высокорослых томатов, у некоторых уже и 5 кистей, и 6 кистей из азии, у некоторых только 3 кисточки. Это все очень сложно им выдержать. И чтобы убрать нагрузку, мы собираем созревшие плоды. И если вы знаете, что этот сорт прекрасно дозревает через 1-2 дня, это надо проверить только опытным путем, то собираем и буреньки. Они от этого не будут иметь хуже вкус, не будут хуже храниться, даже если вам надо их продавать, тем лучше они будут, так как они будут крепче. То есть обязательно собираем весь урожай. Оставляем только те ровненькие, красивые плодики, которые годятся, если это сорт, у меня это сорт, годятся длина семена. Если мы не будем помогать нашим кустикам уборкой урожая, то при неблагоприятных условиях, сложившись и погодных, это может оказаться нашим единственным урожаем, поэтому я так много уделяю внимание этому пункту. Дальше, чтобы наши томатики быстрее созревали, что очень важно для сбора того же урожая, мы должны в такой стадии обязательно вносить подкормки. Подкормка должна быть обязательно с микроэлементами, но основной состав должен быть из калия. Если вы используете минеральное удобрение, выбирайте, чтобы в составе было много калия и полный набор микроэлементов. Мне очень нравится подкормка золой. На ведро воды стакан золы, сутки-двое настояться, и вот у меня 4-метровые ряды, на 2 ряда я выливаю это ведро. Значительно ускоряет созревание. Прямо заметно, прям на глазах помидоры начинают красти. Это очень важно. Но для того, чтобы продлить плодоношение, я именно говорю про уход на этой стадии, когда уже плоды и зреют, и навязалось несколько ярусов, чтобы продлить плодоношение, нужны крепкие стволы. То есть помидорчик, это не самый удобный пример у меня, потому что вот эти помидорчики, так называемыми картофельными листьями, они имеют немного зеленой массы. То есть он-то вообще лысенький. Но даже если у него от природы заложено много листьев, в вот этот период, когда помидор плодоносит, у него зелени становится меньше, она становится более блеклой, она очень такая истощенная. И в этот момент нужна еще подконка, конечно же, азотная. Косфора мы можем видеть, что хватило, так как есть кисточки завязанные, вот 6 кистей завязаны, в 2 ствола сформирован кустик, 6 кистей завязаны, и на втором стволе, который пониже, тоже 3 кисти завязаны. То есть фосфора вполне хватило, плоды завязаны, нужен азот. Тут опять ваш выбор. Или минеральное удобрение, или кто придерживается только природного земледелия, то это в помощь вам навозная жижа или настой травы. Там преобладает именно азот. Но чтобы было достаточно микроэлементов, делайте настой из разных трав. Разные травы дадут вам разнообразие микроэлементов. Точно проконтролировать мы не можем, какого элемента больше. Очень хорошо, если вы видите, что они у вас совсем пожелтели, ослабли, и это даст сопротивление болезням, то вы можете опрыскать карбамидом. Я вот иногда именно опрыскиваю карбамидом. Тем же, что и огурцы. Карбамида. 5-10 грамм. В зависимости от того, если они совсем бледные, можно 10 грамм на ведро воды. И немножко марганца до бледно-розового раствора. Пройтись по верхушечкам. Это очень замечательно. Это никакая-то не химия. Это сразу попадает на листики. Сразу впитывается именно нашими зелеными листиками. Помидор продолжает расти. У него начинает хорошо работать насос. Он берет все питательные элементы хорошо из грунта. И все замечательно. И такое можно сделать одновременно. То есть в один день можно подкормить под корень золой и сверху опрыскать карбамидом. Если очень слабенький, не соответствует возрасту томата, в описании, то есть низенькими растут, вы берете карбамид 10 грамм и на кончике ланжа перманганат калия. Вот такие две подкормки на стадии созревания первых плодов дадут вам возможность и покушать ранние помидорки и продлить их плодоношение до самой глубокой осени. Поэтому не откладывайте и ухаживайте за своими томатами. До сегодня все. Всем хороших, богатых урожаев, вкусных и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok